Влечь под это спонсоров, они рекламу будут покупать, и все. В автомобиле я ничего не разбирался, мне было 20 лет, еще не было машин. И как-то компьютеры были, я говорю, давайте про компьютеры программу вести. И вот мне открыли, ну хорошо, через там 2 недели, значит, взят будет эфир, час, про компьютеры программу. И просто вот я сделал какую-то программу про компьютеры, она мне запомнилась, какие-то сюжеты мы сняли, что-то, больше времени я в кадре сидел, что-то рассказывал, там, с умным видом. Ну, это, конечно, было, вот просто ты сидишь в эфире час, и разговариваешь про компьютеры со зрителем, там, что ты им рассказываешь, какие-то новые технологии, какие-то новинки появились тогда, что-то, что-то, что-то. Ну, не только она про компьютеры такая была, это больше про IT, про какие-то там фишки какие-то. Вот она мне запомнилась, программа, ее все смотрели, родители мои, все друзья там в одновременно смотрели все. И, конечно, это было ужасно, там первые 3-5 минут, но потом я запомнил, что произошел какой-то щелчок, и вот как-то меня понес какой-то поток, я просто рассказываю, рассказываю, какие-то интересные информации стали приходить, я стал этим делиться. И вот, в общем, такое состояние такого потока, ты испытываешь какую-то, получаешь информацию, что-то вспоминаешь, ее транслируешь к другим людям, в какой-то, в такой форме. Вот, наверное, такой тип информации. Здравствуйте. Ставлю-то руководству перед Вами задачу выражать личное отношение, это показать в Лобс, по-моему, остальные сообщения во время эфира? Не, ну, как бы такой, как прям вот явно задачи такой нет, там, мы тебе там ставим задачу, и все. Ну, конечно, свое отношение, то есть, ну, время вот таких вот дикторов, которые сидели там с каменными лицами, как бы и читали, с одинаковой интонацией, с одинаковыми разными новостями, ну, оно, конечно, прошло, и, понятно, конечно, всегда интересно следить за эмоциями людей в Эфире. Понятно, что какая-то трагическая новость, не надо улыбаться, хотя случаи были очень разные, я помню, она была, она, была одна ведущая, которая не очень внимательно следила сама за своим же эфиром, то есть, она прочитала подводку к репортажу, а в репортаже шла речь про какие-то, какая-то трагедия произошла, какие-то люди погибли, там, даже дети погибли, вот. Она это не слушала вообще, что это шло в эфиры. А следующая новость была про то, что союз, российский союз болельщиков, он предложил новый гимн, новый гимн для болельщиков. Он такой веселый был, и вот она решила, вот этот сюжет завершается, ну, как бы трагедия, то есть, надо было как-то отыграть, то есть, как следующую новость нужно было читать, вот, после трагического сюжета. Ну, я думаю, как минимум, нейтрально как-то нужно было, да. А она улыбнулась в кадре, и... Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та, вот реально вот так вот она спела, и сказала, теперь на стадионе вы такой, типа, не услышите, а вот, футболельщики придумали, как-то нет. То есть, это так смотрелось дико, вот, то есть, поэтому очень внимательно. Да, поэтому, конечно, эмоции надо отыгрывать, и какая-то, если какие-то возмутительные истории, то надо как-то возмутиться, да, если какие-то веселые истории, какие-то памятники, там какая-то появилась панда, ротла, там, значит, в японском зоопарке появилась новая, какие-то веселые кадры, ну, надо улыбнуться в конце, желательно в конце улыбнуться, чтобы у людей приятное было, такое послевкусие, после того выпуска. Вот. Ну вот. Ваши вопросы? Здравствуйте, меня зовут Елизавета. А в чем, по-вашему мнению, проявляется истинный профессионализм телеведущего? Профессионализм телеведущего? Да. Ну, как бы есть базовые вещи, конечно, такие. То есть, ты должен понимать, что важно для людей, да, как-то выделять из этого, из общего потока, те новости, которые нужно донести для людей, понимать, что важнее, что, может быть, что не затронет людей, что и не стоит сообщить, потому что это неважно. Да, потом это нужно хорошо это обработать, да, перевести это в формат текста, и потом это все, как бы, рассказать понятно, интересно. Ну, чтобы люди включили, и было интересно, чтобы они посмотрели новости, чтобы ты, чтобы они поняли это с первого раза, не приходилось им напрягаться как-то, то есть, простым языком, то есть, все это рассказать, интересно и просто. Ну, вот так вот. Здравствуйте, у меня зовут Евгения Завета. Вы, как человек, проработавший на некоторых телеканалах, а также на радио, можете сделать какой-то вывод о внутриличностных отношениях коллектива, возможно, где-то в более сплоченном деталении? Значит, вот из тех каналов, на которых я работал, был самый сплоченный Наран-ТВ, то есть, меня прям удивился, это была настолько команда, это настолько как-то люди, как-то друг к другу очень хорошо относились, насколько это было, ну, вообще, как бригады после эфира, потом где-то могли собираться на выходных, то есть, какой-то досуг вместе проводили. На других каналах так было бы почему-то. Ну, вот странно, какой-то феномен был, феномен. Поэтому, я не знаю даже, как там так эта атмосфера, так это возникло. Может быть, возникло, потому что канал этот начинался, как какое-то такое семейное предприятие, которые там Лесневские владели каналом, они начинали вообще там с двух каких-то комнат, то есть, в одной комнате сидят руководство, в другой там все остальное производство. И вот они как-то так разрастались, то есть, чтобы этот канал открыть, они там продали свою квартиру или заложили, не помню, что там вообще были первые деньги. Как-то, может быть, оно росло именно как семейное какое-то предприятие такое, вот, и поэтому все сотрудники, которые туда приходили, они как-то были как члены семьи, что ли. Вот, поэтому была такая очень такая теплая семейная атмосфера. А на других каналах нет, на других там, на ТВЦ, была атмосфера, ну, такого, ты как бы не на телевидение пришел, какую-то префектуру такой, как бы там, все очень чинно, так, там, здравствуйте, Вера Павловна, здравствуйте, Николай Творович, как ваши дела, там, все, вот, все, вот, на таком уровне я общался. Вот, на первом канале, ну, сейчас, ну, что-то такое среднее, такое между Рент-Абэр и ТВЦ, сказал, везде по-разному отношения, везде... Здравствуйте, меня зовут Мария. Касаясь темы эмоций в телеэфирию, вам наверняка приходилось скрывать свои собственные переживания, вы считаете себя актером? Да, да, считаю. Ну, плохим, конечно, да, вот, но, да, я часто думаю о том, что я такой вот актер, когда, знаете, вот переживания обычно скрывать не приходится, потому что если какая-то там, действительно, трагическая или тревожная новость, ну, не надо ничего скрывать, надо как бы жить эти моменты, как бы переживать вместе с зрителями. Бывают обратные ситуации, когда ты работаешь уже, особенно это происходит с теми людьми, которые больше десяти лет уже на телевизору проработали, когда тебя уже особо ничего не трогает, не затрагивает. Вот это, конечно, печально очень, когда вроде какая-то трагическая новость случается, а ты понимаешь, что, ну, ты особо по этому поводу не переживаешь. А переживать бы надо, да? Или, допустим, какая-то смешная новость, ты читаешь, например, поскольку у меня восемь эфиров, бывает, ну, как-то там, ну, непонятно, многости повторяются, и ты уже когда третий, третий, четвертый раз читаешь про эту там веселую панду, ну, тебе уже не смешно, ты уже посмеялся на первых двух эфиров, а ты понимаешь, что зрители это первый раз будут смотреть, и надо как-то посмеяться, и ты, ну, пытаешься там какую-то улыбку из тебя, она такая очень искренняя получается, вот, поэтому, ну, вот, да, вот, актером читаю, да, но при этом плохим актером. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Как вы считаете, есть ли шанс у молодого ведущего, ой, молодого журналиста пробиться в наше время, и какие советы мы могли бы надать? Да, конечно. Меня считают, что только у молодых журналистов сейчас есть шанс пробиться, у стариков уже шансов нет. Почему? Потому что сейчас настолько все быстро меняется, сейчас появляются каждый день, там, каждую неделю новые технологии, которые могут вообще, ну, полностью все перевернуть, поэтому только люди, которые живут вот этими изменениями, которые снижаются эти изменениями, которые готовы меняться постоянно, только у них есть шанс. А у стариков шансов нет, особенно у тех, которые, ну, стариков не имею в виду по возрасту, да, а те люди, которые, можно и 20 лет быть стариком, можно быть таким, ну, человеком, который уже все знает, уже как бы, уже 20 лет он уже все повидал, уже как бы такое вот все, и вот таких шансов нет у людей, да, а у молодых есть, все, все как бы на расстоянии быть унутри руки. Я, допустим, на телевидении, у меня не было никогда знакомых на телевидении нигде, ни на первом канале, ни на РАН-ТВ, как я туда приходил, то есть я всегда, вот эти вот точки роста у меня были в журналистике, через письма. Все время писал письма, всем писал письма. Я любил писать письма, я писал письма. То есть я, когда на ТВЦ пришел, я написал письмо там главному редактору. Говорю, знаете, я вот такой-такой, я работаю в РАН-ТВ, ну, журналист, я учился в интерньюсе, вот посмотрите мои репортажи. Мне через неделю звонят, говорят, знаете, да, главный редактор посмотрел, приезжайте к нам на стажировку. Я приехал на стажировку. Потом, когда я на РАН-ТВ перешел, я тоже думал, хороший канал, я могу там работать. Я написал письмо тоже главному редактору. Здравствуйте, я такой-такой, мне бы хотелось у вас работать. Через два дня мне звонят, говорят, да, получили ваше письмо, значит, у нас действительно сейчас в редакции прошло сокращение штата, мы там сократили 6 корреспондентов, каких-то бездельников там все сократили, и поэтому вы приходите на стажировку. Вот я на РАН-ТВ этого слова не летаю. И потом, на Первый канал точно так же, я написал письмо. Я приложил туда диск с моим эфиром, и сказал, посмотрите, пожалуйста, там, вы понимаете, что, если вы хотите там попасть, там куда-то, не надо одно письмо написать и ждать полгода, когда на него ответят. Надо написать 20 писем, и вам на одно, два, он точно ответит. Точно так. И с Первого канала ответили через полгода. Мне позвонили, и говорят, здравствуйте, мы получили ваше письмо. Так что, я все задаю, а, да, да, да. Нет, там человек по-другому сказал. Человек сказал, здравствуйте, Сергей, я там, руководитель дирекции Первого канала, ну, не понял, что он сказал, там, по телефону, по дирекции. У меня лежит сейчас ваша пластинка. Какая пластинка? сидите, если не здесь, где лежит ваша пластинка. В общем, для вам еще актуально, я, ну, да, конечно, для Первого канала всегда кое-то. Вот, я пришел, все, и, то есть, как бы, не бойтесь, не бойтесь спрашивать, не бойтесь себя предлагать, не бойтесь отказа, там, на первом этапе этих отказов быть, быть очень, может, много, и надо думать, что это естественный процесс. То есть, нужно идти, 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 предлагать, и, потому что мне сейчас там многие знакомые звонят и говорят, Серега, слушай, как, как вам попасть, там, это все, там, ты можешь, там, к начальству сходить, там, по поводу меня поговорить. Я говорю, слушай, ну, напиши письмо, напиши резюме, пришли, действия, на полном серьезе это говорят, им кажется, уже это посылают, ну, дежливо. Я на полном серьезе, потому что, на самом деле, если вы хотите, допустим, выйти на канал, на Первый, канал вы хотите выйти, напишите письмо, пришлите резюме, оно никуда не попадет, это письмо попадет в службу специальную, которая занимается входящими всеми сообщениями, она поймет, да, это, видимо, это в отдел кадров, и это письмо уходит в отдел кадров, значит, в отдел кадров, прибудет это письмо, они смотрят, какая позиция, смотрят, журналист, значит, кладут папку, где журналисты, и потом, когда, значит, главный редактор говорит, так, надо нам парочку нормальных журналистов найти, в отдел кадров, заявляют, кто у вас там есть, и приносят вот эту папку, и там уже смотрят из этой папки, сначала выбирает из тех, кто из них был желания, то есть не то, что там, кто-то там, кто там у нас хорошо работает, где там на рынке взять какого-то хорошего журналиста, там, какие-то таланты выискивают, первое, что начинается, это этой папки, то есть, чтобы был вообще шанс куда-то попасть, не говорю, там, про первый канал, вообще-то, про любую СМИ, вы должны быть в этой папке, вот, вы должны быть в этой папке, а потом уже, да, надо уже работать, так, просто профессионализм, так и так далее, поэтому, еще вопрос, все легко. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, отвечая на первый вопрос, мы рассказывали про вашу экспедицию, а как часто вы сейчас приходите ездить в какие-либо страны, или в издалки? Сейчас вообще не езжу, к сожалению, ну, вот по работе, по работе, вот в плане отдыха, да, там, это я езжу, а сейчас, к сожалению, у меня работа такая, ну, такая офисная, что называется, то есть, я пришел в офисе, студии, да, в телецентре, все провел в офисе, все уехал домой. И в этом отношении, конечно, это такая, то есть, корреспондентская, она интереснее, конечно, работа, вот, особенно, это был этап, когда на РАН-ТВ работал корреспондентом, и когда у нас формально назывались новости, но это были не новости, это был такой тележурнал. РАН-ТВ, 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 Продолжение следует...